Сейчас настало время все-таки отбить уровень того, что мы имеем на данный момент после заливки армопояса. Поверхность тут конечно не ахти, скорее всего ложить мне тут придется сейчас на раствор наклеить, потому что довольно-таки большие перепады вот здесь, вот везде, очень большие перепады на клей вложить в принципе не целесообразно, хотя можно наверное попробовать, но я думаю будет лучше, если сейчас я просто отобью лазером уровень высот, и мне станет понятен тот перепад, который мне придется компенсировать. Так как сейчас у меня везде вот здесь стоят пачки с газобетоном, то напрямую с середины отбить во все стороны лазером у меня не получится. Как я буду выкручиваться из этой ситуации? Да очень просто, сейчас я отобью одну точку здесь, одну точку здесь, и от них уже буду потом влево-вправо дальше все отбивать. Так у меня получится более-менее понятная и наглядная картина. В принципе с этой точки вот отсюда я смогу пробить и туда, хотя только туда я смогу пробить. К сожалению нету такого места, чтобы можно было пробить в обе стороны, туда и сюда. А желательно все делать с одного установа, в принципе можно даже вот отсюда, так, туда, сюда, и вот и все равно перепад не получится, блоки будут мешать. Ну, не важно, бумажечку, на которой я буду писать, я уже взял, это план десятого ряда, но в данном случае мне не важно именно раскладка блоков, мне важно именно позиция, которую я буду отмерять. Вот он мой лазерный нивелир. Сейчас мне его нужно будет в первую очередь подключить. Вот он у нас подключен. Так, что сейчас еще важно. Здесь вот у меня пузырек, и нужно теперь его выставить. Причем колечко, это большое черное, которое должно мне помогать ориентироваться. Ничего подобного мнения, оно криво наклеено, и на него совершенно нельзя надеяться. Нужно выбрать такое положение регулировкой вот этих вот ножек, чтобы, когда я поворачиваю, не смещался пузырек относительно точки. Теперь включаем лазер, повернув лычажок. Так как он перестал писать, это значит, что он сам выровнялся. У него самовыравнивание в пределах плюс-минус 3 градуса, и значит, сейчас мы в этих плюс-минус 3 градуса попали. Вот, можно видеть точка и луч. Но это сейчас тут в тени, видно на солнце. Луча я не увижу, конечно же, но точку будет видно. И это самое главное. Теперь я беру уровень, на нем есть шкала. Этой шкалой мы и будем пользоваться. Вот в этом месте он мне показывает... Перевернем. Перевернем, для понятности. 115 миллиметров. Но в данном измерении нам это не особо пригодится, потому что мы будем мерить вот здесь на газоблоке. Но тут даже немного... Немного видно. Так, тут у нас получилось 36... 36,3. Сразу, не откладывая в долгий ящик, нужно это записать. Вот это вот место будет 36,3. Теперь мы поворачиваем мювелир, чтобы он светил в ту сторону точкой. И идем замерять туда. Здесь у нас те же самые 36,3. Но я сейчас меряю раз именно по газоблоку установленному, а не по армопоясу. Будем отталкиваться от уровня газоблока. То есть, газоблок с этой стороны дома и с этой стороны дома по центру находится на одном уровне. Это уже хорошо. Для переноски уровня на новое место обязательно нужно вначале его выключить. Так внутри фиксируется механизм самовыравнивания. Ну и, короче, если так не сделать, то можно встряхнуть ему голову и он начнет показывать погоду. Новое место установки уровня будет в том месте, где мы отмеряли первую точку. Так я смогу измерить вот тот угол и вон тот. сейчас нужно будет заново повторить процедуру настройки а потом провести измерение. Так, мивелир настроен. Опять его включаем. Включаем. Тут 11,5 11,5 2 миллиметра перепад. Теперь надо подобраться вот туда. Тут наверное обойдем с этой стороны. Опасно снимать не буду. «Борués». «Борсти» «Борood». Продолжение следует...